друзья если вы помните буквально по два дня назад мне позвонил один типок из русского стандарта я назвал ролик я выложил этот ролик назвал его шикарный разговор сотрудником банка и превьюшка была старший мазохист и чтобы вы думали буквально через пару дней звонит он мне опять причем не скрывая свою персону и начинает опять мне выносить мозги ну во всяком случае он так думает я не знаю что там у них голове на что они рассчитывают кто им сказал вообще что мозг у них дееспособны но давайте послушаем я думаю будет вам интересно но дмитрий винджи здравствуйте сушенка игорь сергеевич финансовый эксперт банк русский стандарт да конечно что он не могу повторно перезвонить вы тот же самый конечно супер давайте а дмитрий генщины где прослушали все записи разговора снова с вами повторно вот смотрите пожалуйста я вот наблюдал смотрел ваши клипные истории принципе ваших и видел аудиозвонках которые выложены ютубе а почему вы ни разу не выложите допустим свои документы счет выписки из банка я такой вот дерзкий или какой-то там самоуверенный давай так ты знаешь где живут да конечно нет нет сожалению не так ну скажи где ты давай я к тебе привлечу а вот просто выйдем и ты мне задашь твои вопросы один на один посмотрю какой ты смельчак какой кто я смельчак а смельчак я тебя просил вчера успокойся не звони мне я успокоюсь я с вами спокойно разговариваю нет просто дмитрий евгеньевич да вы просто заявляйте давайте выскажите себя потом начну говорить а то у нас так с вами диалога не получится а все можно я тебе расскажу договори можно вот вывод выкладывать и вроде аудиозаписи то а почему вы выложить и зайдите в банк дарить фото я тебя поправляю что ты корректно выражался для приехал выражать еще раз повторяю не сходите и зайдите в отделение банка хорошо вы выкладываете аудиозаписи зайдите в отделение банка раз уверенно себе человек попросите счет выписки с ваших банков выложите у себя в группе покажите какими платежами какие кредиты вы что оплачивали сколько вы уже выплатили в банке там сумма точно будет к выплате не 300 тысяч правильно почему вы клиентам своим именно вашу кредитную историю не показывать а только аудиозаписи сбраски где вы якобы разговаривали сотрудниками банка который будет который с вами по тебе что за подло что ли ну ты не звони раз ты знаешь я тебя предупреждаю что эта запись будет выложена скажи мне что хорошо и представился сотрудникам банка адекватная информация бешеный ходить в какой-то банк я че мне заняться нечем или что хорошо у вас есть интернет-банк ведущий специалист мне позвонил кстати тебя когда начали ведущим специалистом то ну вам какая разница потому что это произошло позавчера тебе сказали ну понимаешь ты думаешь что это шаг вперед это уже давайте послушаем это низ это низ дружище ты не думаешь что ты вверх по ступенька поднимаешься ты опускаешься вниз потому что командовать таким курятником который у тебя подчинение это позор для мужика запомни это вот а теперь тебя слушаю давай опускайся еще ниже то конечно ну так что сколько вы там говорили в наш банк выплатили тысяч триста четыреста слушай сюда я не удосужился считать на каркуляторе я решил для а давайте я вам хотите сумму сумму назову которую вы выплатили говори только с учетом всех кредитов которые я взял у банка и нет я вам назову даже один про мою второго года а что ты мне один продукцию я не достаточно одного будет продукта по которому вы выплатили а до этого было пять продуктов это только на меня плюс на мою супругу ну и что теперь вы скажете люди у этого вы пытаетесь освободить от долгов сколько вы отдали денег банку да да это от меня аргумент аргумент который аргументирует фразу до 100 точно банку почему я хочу подожди подожди еще и вот этим ты меня хотите подожду пристыдь почему на пункт просто вот своим словам не соответствуете пара хорошо давай говори я не я тебе заявляю это сегодня же будет выложено ты комментариев конечно же помимо этого внимательно внимательно да там не надо внимательно там бегло почитай кстати я внимательно почитал вдруг что-то упустил правильно давай я тебе прочитаю конечно давайте я вас послушаю хочу меня слушать это ты не меня послушаешь это простых людей послушаешь человек сидит улыбается клиент понимаешь ну кстати есть эпизод из русского стандарта еще один клиент от вашу от вас ушел смотри первый комментарий правильно дмитрий на первом месте я мои дети моя семья а на миллионном месте банковские коммерческие и пидорастические интересы нахуй банкиров так пишут пидорог намекал на то что лям закроется как многие организации дальше выведать что-то хотел не даром про других кредитных юристов спрашивал дальше попрошайка чего конкурентов то ваших пиарит что пенсию должника ждать будут что за ересь я тебе отдельно расскажу про 203 статью если хочешь я уже один ролик выложил и четко прокомментировал 203 статью это срок исковой давности вы только озвучьте озвучьте только с какого момента он вступает а я там озвучил дружок после того как а озвучили претензию либо соглашение самого должника то есть должен меня вытащить каким-то невероятным образом к себе в офис ну не ты там кто там твои коллеги и убедить подписать бумагу что я должен деньги понял тогда срок исковой давности вновь начинает действовать так ты должен делать каждые три года три года странно сколько мы подождите не платите срок исковой давности 3 года понимаешь и года до года там меня не заставишь подписать документ какой-нибудь что я должен деньги либо не подашь в суд за срок исковой давности исчезнет то есть он исчерпается и больше я ничего никому не должен. А когда у вас срок подойдет ваш? А я не считаю, я знаю, что он подойдет. А не подойдет, да я, ради Бога, дальше. А сколько уже времени не платите? А я не помню уже. А что, не, ну, ты же твердил про пенсию. Так вы, предоставьте достоверную информацию. Подожди, ты твердил про пенсию, я тебе напомню. Ты твердил о том, что дождешься моей пенсии. Хорошо? Дождешься пенсии? Каким образом ты будешь взыскивать через 10 лет моего клиента? Ни одного документа с него не возьмешь. Каким же образом, как с вас? Каким, скажи, каким? Таким же. Ну, нет, конкретно. Удержанием. Причем удержанием? Ну, мне кажется, вы добровольно будете выплачивать. Вы сейчас, скорее всего, добровольно будете, да, выплачивать? Дмитрий Евгеньевич. Дверь, пожалуйста, ничего, я тебе выплачивать не буду. Ты ответь, пожалуйста, каким образом? Мне? Вы у меня денег не брали, чтобы вы мне выплачивали. Банк, банк. Да что ты тупишь? Что ты вот это самое, юлишер? Ответь, как ты через... Ну, просто, вы же хотите, правильно, чтобы все точно было все по полочкам, правильно? Давайте разговаривать конструктивно. Ах, началось твои штампы. Нет, не работает это слово. Конструктивно, ты считаешь, это когда тебя... Да. Когда тебе говорят то, что ты хочешь услышать. А вот я сейчас тебе вопрос в лоб, конкретно. Ты вчера блевал в то, что ты через 10 лет можешь выскать человека деньги. Как? Что делал? Что делал? Взблевнул. Это по-другому не называется, это блевотина, которую надо взять и метлой вымести куда-нибудь. Вот скажи мне, пожалуйста, 10 лет пройдет, банк никаких претензий не предъявит в течение 10 лет. В том человеку появляется пенсия, официальный доход. Как ты взыщешь эту пенсию? Как твой банк, вернее, любой другой банк, и твой в том числе, взыщет эту пенсию? Если он в течение 10 лет не одной претензии не предъявлял. Как? Почему мы искали заявление на удержание? Нет, рисковое заявление должно быть как минимум раз в три года. Ну, хорошо, мы отправим. Ваш клиент или вы его смените правильно. Нет, вы мне учредал, что подождете пенсию, только когда пенсия начнется, тогда начнете взыщение. Ну, что угуд, твои слова не записаны. Все правильно. Может быть, 20 лет должно пройти. Ты утверждаешь, что вы там поднимаете из архивов чего-то там. Вы поднимаете из архивов, изыскиваете дурачков, которые ленятся почитать законодательство. Или скупердяев, которые не могут юристам заплатить. Сколько вам дать времени? Сколько вам дать времени? День, два, подумать, три. Чтобы вы начали выплачивать. Слушай, ты понимаешь, что самое, ходи к доктору. У меня есть доктор, называется психотерапевт. Вот ходи к нему и проверься. Вот что ты позвонил мне? Что ты позвонил? Ты мазохист, действительно. Тебе нравится, что я дядя рука? Почему вы не оплачиваете, Дмитрий Евгеньевич? Чем вы отличаетесь от обычных людей? Почему вы не оплачиваете? На измор решил взять, да, меня? Или тебе нравится вот это вот, когда тебя на части рвут? Вот честно? Я каждый день разговариваю с потомными людьми, Дмитрий Евгеньевич, поверьте, вы не первый. Я и говорю. Нет, ну вот честно, ты отвечаешь на свои вопросы. На мои, точнее, вопросы с четким своим ответом. Я мазохист, я люблю. А что ты после работы делаешь? Скажи, пожалуйста. Почему? Это я работаю. Я не знаю, почему ты мне. Иду к семье, домой. К семье, домой. У тебя семья мужик? Совершенно. Ты вообще сам, ну, как ты одеваешься? У тебя вообще, кто у тебя? У тебя два мужика в семье, наверное, да, друг друга? Три. А, три, да, еще? А кто у тебя там, госпожа, да, есть, наверное, что-то? Ну, ваша фантазия довольно обширна. Ну, хорошо, в свою сторону они обширны, действительно. Ты посмотришь, что еще там напишут. Нет, а теперь давай конкретно, что ты мне позвонил? Да, сколько вам дать времени? День, два достаточно, чтобы вы начали платить? Два. Предлагаю вам два дня, да, предлагаю вам платежи. Ну, давайте начнем с минимального, наверное, по 6 тысяч рублей. Согласен, все, хорошо, окей, ветер без камней. По 6 тысяч долларов. Я по 6 тысяч долларов. Только я уже, знаешь... Так, зачем в долларов? Слушай, давай так. Нам в рублях достаточно. Я, честно, погорячился, сказал, что к тебе приеду. Ну, вот занятой я человек. А ты можешь сам ко мне где-то... А чем занимать? Да ты знаешь. Самому, зачем это? Не, ну я хочу с тобой поговорить. Вот я тебе обещаю, если ты приедешь, я полностью долг выплачу. Обещаю. Полностью выплачу. Ты договорился. Ты считаешь, что ты все, решил вопрос. Ты договорился. Ты свою работу выполнил. Тебе нужно приехать ко мне увидеть. Почему? Что, почему? Я выплачу сразу банкротики, продаж, полностью все процессами. Что, зачем? Вы платите по дням, по месяцам. Нет, все полностью не надо. У меня хватает времени. Вы не мне платите. Мне вот эта сумма, которую ты там придумал, банк придумал, я не знаю, кто там ее придумывает у вас. У меня есть эта сумма легко вообще. Вот я тебе гарантирую, что если ты приедешь... Ну, конечно, сколько у вас клиентов, 200 клиентов оплатили вам по году, конечно, заработали. Да, 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 да. Это уже ты, знаешь, это плохая привычка, чужие бабки считать. Ты выполнил свою работу, ты профи. Но есть одно маленькое условие. Приедь ко мне в гости. Кто к вам приезжали? Кто все? Никто не приезжал в том-то и деле. Почему? Я говорю, к вам приезжали. Я не сказал, что все приезжали. Я говорю, к вам приезжали же. Кто? Приехал один упырь, вручил мне... Стоял, как этот Абоссон, и вручил мне буклетик от банка, где предложение продукта открыть счет, и ушел. Извинился за беспокойство и ушел. Это ваша выездная группа приезжала? Или ты про что? Про то, что я на Ютьюбе выкладывал? Не, не надо. Я не буду тебя, я тебя пальцем не трону. Я просто хочу снять твою физиономию и выложить на Ютьюбе. Я тебе честно говорю. Приедь, и вопрос закроется. Вот ты припрешься ко мне в офис или там куда тебе угодно, в Питер, и я плачу весь долг. Но ты вопрос решил, ты профи. Что тебе еще надо? Так вы же говорите, что вы отказываете от оплаты. Нет, я передумал. Я имею право передумать. Все решается очень просто. Когда ты говоришь, вот день, два, давай так, я тебе вопрос. Сколько тебе времени нужно, чтобы ты приехал? Когда ты приедешь? Ответь также на вопрос. Четко и конкретно по мужски. Это ты, мужик. Да, ничего ты не скажешь. Ну, почему не скажу? Давайте, Дмитрий Евгеньевич, скажу. Давайте. Смотрите, я могу вам предложить обоюдные условия. Хотите меня лично увидеть? У меня отпуск будет, ну, где-то с 15 ноября. Ты мне условия предлагать, на каких основаниях должен? На каких условиях ты мне будешь вот эти вот свои там обоюдные условия предлагать? Ты кто такой для меня? Кто ты для меня? Я тебе четко и конкретно сказал. Больше предложений от меня не будет никаких. Все. До свидания. Три секунды это предложение активно. Один, два, три. До завтра, Дмитрий Евгеньевич. Всего доброго. До завтра. До завтра, друг. Вот что значит, друзья, вера. Вера в себя. Вера в себя безупречного. Вера в себя, как в чмошника, сидящего за стенами и понимающего, что пока он там у себя, ему ничего не грозит и он может вот таким вот образом самореализоваться. Как вам оно? Ну, на мой взгляд, это идеальный образец сотрудника банка, который считает, что если взял, нужно отдавать. И на фоне своих вот этих вот рассуждений даже не удосуживается вникнуть, откуда у банка берутся деньги, есть ли вообще у банка свои деньги и что за позиция жизненная у него. Его даже не берет, он даже не берет в расчет те комментарии, как он утверждает, которые он почитал очень внимательно. То есть, его это не останавливает для того, чтобы он совершил звонок очередной. Я вам говорю, есть еще один звонок, я его на днях выложу. Но больше пока что он не звонил. Вот такая вот ситуация. Понятное дело, все вы понимаете, что вот эти вот мои, скажем так, обещания в кавычках выплатить ему все деньги, в принципе, я ничем не рисковал. Я в любом случае бы ему не платил, потому что, ну, как вы думаете, насколько мизерные шансы о том, что он приедет ко мне повидаться со мной. Естественно, не приедет никогда и не... Это даже, скажем так, в гипотезе бессмысленно об этом думать. Ну, ладно, давайте о серьезных вещах поговорим. На самом деле, действительно, бояться таких не надо, слушать их не надо, информацию от них принимать уж тем более не надо. И ориентировать свою жизнь на основании вот этих вот звонков категорически неправильно. Понимаю, что многие недопонимают, почему именно так. Как я сейчас утверждаю, но на собственном опыте я вам заверяю, я вам докладываю, что если вы не можете платить, если у вас затруднения финансовые, то в банк платить не обязательно. Банк ведет обычную коммерческую деятельность. Любая коммерческая деятельность, в принципе, подразумевает риски убытков. Больших, либо малых и так далее. Поэтому, поверьте, все это забито в убытки, рассчитано, просчитано и учтено. Также неправильно думать, что из-за тех, кто не отдает вовремя, в срок или вообще не отдает, вырастает процентная ставка по кредиту. Это самое глупое утверждение, которое я когда-либо слышал, видел, читал. Так утверждают люди, которые вообще не понимают, что происходит, как устроена банковская система. На этом я долго останавливаться не буду. Я просто сообщу тем, кто желает наконец-то расквитаться со всеми этими долгами, но только не в смысле отдать деньги, а в смысле юридически верно расставить приоритеты и подвести жирную черту под своим вот этим долговым рабством. Но черта эта должна перечеркивать все, что было. То есть, кто хочет наконец-то стать свободным от долгов в официальном формате. Просто слушать наш канал, конечно, полезно, но этого мало. Нужно еще сделать определенные манипуляции юридические, которые, поверьте, по силам простому человеку. Но если вы не можете, не знаете, как это сделать, у вас нет времени этим заниматься, ну или в конце концов не хватает духу, воспользуйтесь услугами наших специалистов. Я не буду голословным, я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылочка на наш сайт есть в описании этого либо любого другого ролика. На сайте, внимание сейчас, внимание, выложена видео инструкция. Как устроена работа кредитных юристов компании Аля, что это означает, как мы работаем, что мы для вас делаем, все рассказано, у нас нет никаких секретов, мы не скрываем полностью весь алгоритм, выложен в видео инструкции. Посмотрите обязательно, если вы решили встать под юридическую защиту, после этого оставляйте заявку. Итак, ссылочка в описании ролика и вот в правом верхнем углу, посмотрите сейчас на ролик, в правом верхнем углу выходит кабельная подсказка. Вот она. Нажимаете на нее, попадаете на наш сайт и первым делом смотрите видео, после чего оставляете заявку и ждете звонка нашего специалиста. Мы позвоним вам в рабочее время, забейте себе в контакт телефон, который в правом верхнем углу на сайте указан. Не надо нам звонить, до нас дозвониться крайне тяжело, практически нереально. Мы работаем на исходящие вызовы, то есть мы сами вам позвоним и вам не нужно тратить денег. Забейте этот номер, именно с этого номера вам будет звонок, если вы оставите заявку. Еще раз говорю, повторяю, в обязательном порядке посмотрите видео на сайте. Вы, во-первых, получите множество ответов на свои вопросы, разговор с нашим специалистом для вас будет более понятен, и вы, в конце концов, сможете сделать окончательное правильное решение. Может быть, самое важное решение за последние несколько лет своей жизни. Я не преувеличиваю. Итак, вот она ссылочка, сейчас в правом верхнем углу она, вот вылезла. Нажимайте на нее, смотрите видео и делайте тот самый решительный шаг в сторону себя и против банков. Ну, подписывайтесь на наш канал, само собой, ставьте лайк, кому понравился этот ролик. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании этого, либо любого другого ролика есть. Не забудьте поделиться в соцсетях этой ссылочкой. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Аля». Всего вам хорошего. До свидания.